Величайшая киноактриса Голливуда Марлин Монро как-то сказала так, что в Голливуде существует всего лишь два правила. Первое, это когда ты кого-то целуешь, и за это тебе платят тысячу долларов, а второе, когда ты вкладываешь душу, и за это тебе платят 50 центов. Я это прекрасно знаю, потому что всегда проходила через это, отказывала в первой сделке и всегда всю свою жизнь проходила с протянутой рукой и просила 50 центов. Именно так говорила величайшая кинодива из Голливуда Марлин Монро, и мы сейчас находимся с вами здесь, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Эта надпись является самой популярной в мире, популярнее, я думаю, не существует, а построена и выставлена она была здесь в 1923 году, 13 июля, потому что тогда еще кинематограф не был развит здесь, в Америке, но зато риелторы хотели продать очень выгодно все те дома, которые были расположены именно в этом округе, и первоначально здесь надпись была Голливуд Лэнд. Ну, потом уже, когда началась Великая депрессия в Америке, начался развиваться кинематограф для того, чтобы показать людям хэппи-энд, немножечко показать им оптимизм, внедрить в них этот оптимизм. И все киностудии начались открываться именно здесь, в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Все ассоциации, связанные с этой надписью Hollywood Sign, на сегодняшний день до сих пор ассоциируются с кинематографом. И именно поэтому в свое время была такая небольшая, хотя нет, большая трагедия в 1932 году, когда британская актриса Пэк Эн Туиселл, она взобралась на букву H и сбросилась оттуда, написав предсмертную записку, обвинив Голливуд в том, почему ее не приняли как актрису. Хотя она была очень талантливая актриса, она работала в одной команде с величайшим деятелем Бернардом Шоу. Итак, сейчас Голливуд Сайн это такое уникальное место, которое на склоне гор. И причем, если посмотреть, насколько оно высоко расположено, то над уровнем неба, чисто посчитать в метрах, то это будет 491 метров. Тогда, когда в 1923 году построили эту надпись, то буквы были 9 метров в ширину и 15 метров в длину. Потом были небольшие изменения, о которых я вам сейчас чуть позже расскажу. Был очень такой курьезный случай, когда в 1940-х годах здесь проезжал официальный хранитель этого знака, Альберт Коте, на своем знаменитом Форде 28-го года. Он сорвался буквально в пропасть, и когда он падал на своей машине, он опять же врезался в эту букву H. В результате, слава богу, сам Альберт Коте не пострадал, однако буква H и его Форд 28-го года были разбиты буквально в дребезги. Ну, вот такая вот интересная была история. Итак, вообще, официальные, скажем, реконструкционные работы были начаты в 1939 году, но были доведены не до конца, потому что они, эти буквы, были сделаны из дерева, из различных кусков металлов. Они начали гнить, пропадать. И поэтому в 1949 году совместно с торговой палатой Голливуда, а также департаментом парков Голливуда, они заключили сделку и решили полностью их отремонтировать, отреставрировать. Этого тоже было недостаточно, потому что вот этот процесс гниения, он продолжался. И тогда, в 1978 году, 9 звезд мирового масштаба, которые прославились именно в Голливуде, каждый из них, то есть их было 9, взяли по одной букве и взяли эти буквы под свой патронаж. Они посчитали, что в общем, ремонт им обойдет, не просто ремонт, а создать такие новые буквы из нержавеющей стали, а самая лучшая стали в мире, это австралийская, то на это все им уйдет, ну, порядком 250 тысяч долларов. Они поделили это на 9 и решили, что на каждого они потратят 27 тысяч 777 долларов США. Вот так вот на 75-летие Голливуда в 1978 году вот из австралийской стали были выстроены эти буквы. Размер немножечко поменялся, потому что тогда уже и сейчас высотой каждая буква 13 метров и 70 сантиметров, а вот ширина от 9,3 до 11,8. Вот такие вот очень интересные факты. Но самое интересное, что в 1976 году некоторые товарищи, студенты решили поменять вот эти две буквы О, они их прикрыли брезентом, и они получились как Е, и получилось не Hollywood, а Hollywood, что в переводе означает «святая травка марихуана». Но это было вызвано тем, что именно в 1976 году в Калифорнии был принят ряд законов касательно марихуаны в этом штате. Ну, однако, курьез заключается в том, что буквально недавно это действие, вот такой вандализм, повторили. Поэтому полиция Голливуда приняла решение и сделала здесь специальные такие технические оснащения, сигнализацию, что человек, который приближается на 50 ярдов буквально к этому знаку, срабатывает моментальная сигнализация, и на вертолете приезжает полиция. Так что, товарищи, когда приедете сюда в Лос-Анджелес, в Голливуд, не пытайтесь подойти к этому знаку ближе, чем на 50 ярдов. А если хорошенечко подумать, что зачем это нам надо сделать, что как-то его изменять или поменять, ни в коем случае. Надо просто им наслаждаться и получать вот такую положительную от него энергетику. Если вам понравился этот видеоролик, то ставьте пальцы вперед, лайки, ни в коем случае не перепутайте с дизлайками, и подключайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал в YouTube под названием Mr.LotobiegTV. От всей души я желаю и вам приехать сюда в Голливуд, в Лос-Анджелес, в Калифорнию, и увидеть своими глазами вот такое вот восьмое чудо света Hollywood Sign. Удачи и до встречи!